АПЛОДИСМЕНТЫ Увидеть паровоз на рельсах в наши дни – большая удача. И совсем уж эксклюзив – посмотреть, как его готовят к выезду. Где работает этот диковинный аппарат и кто приводит в движение колеса истории. Меня зовут Сергей Сергеевич Бендюков. Я машинист паровоза, эксплуатационное локомотивное депо имени Ильича. Людей нашей специальности очень мало. Я бы сказал, что даже космонавтов больше, нежели чем нас. Это, наверное, обусловлено тем, что специфика нашей работы, она такая очень уж узкая. В Москве всего 33 человека, которые умеют ездить на паровозах. И еще человек 20, которые умеют их ремонтировать. Я по звуку определяю момент затяжки гаек и болтов. Звук хорошей звонки, значит, гайка сидит крепко. Если где-то что-то там, такой глухой звук, значит, уже место ослабшее. Это нужно подтягивать. Евгений, ваш выход. Будешь сейчас на камеру уголь кидать. Носарь Евгений Николаевич, помощник машиниста паровоза. Попал сюда случайно совсем. Начинал с кочегара паровоза. Потом переучился на помощника паровоза. Так и работаю до сих пор. Специальности кочегара, как таковой, уже нет. Сейчас работает локомотивная бригада, два помощника и машинист. То есть в России кочегаров паровозу не осталось. Паровоз – существо живое. Он теплый на ощупь, со своим характером и дышит. Эта горячая машина не имеет ни одного прибора, который укажет оптимальный режим работы механизмов. Паровоз надо чувствовать. Как бы со стажем, с опытом появляется какое-то вот чувство, что когда надо подбрасывать, когда не надо подбрасывать. Просто как бы это не объяснить словами. Надо именно чувствовать паровоз. Ну что-то даже запускаем насос потихонечку. Сейчас на круг выезжаем. На круге полный оборот тогда делаем. Для пассажира, для зрителя, главное – это паровозный свисток. Для помощника – главное – топка. Для машиниста – это основные органы управления. Это регулятор, который запускает пар из котла в паровую машину. И реверс – это устройство, которое регулирует силу тяги и направление движения паровоза. Это паровоз «Серго Орджоникидзе». Это машина 30-х годов, серийного выпуска. Это паровоз средней мощности, паровоз грузовой. То есть, если посмотрите, у него колеса небольшого диаметра. Когда была нужда повысить вес грузового поезда, но при этом не увеличивая габаритные размеры паровоза, то есть не увеличивая его котел, не увеличивая его длину, потому что не все депо могли сразу же принимать большие паровозы. То есть это все было ограничено поворотным кругом. То было принято решение модернизировать, скажем так, взяв за основу паровоз серии «Э», поставить котел с большой топкой, то есть получить большую мощность, и при этом оставить паровоз достаточно компактным. Вот и получился вот такой вот паровоз. Это паровоз, который работал с красной стрелой. И вот то, что она покрашена в синий цвет с красной полосой, это как раз специальная выкраска. Красная стрела до 60-х годов была именно темно-синего цвета. То есть это был люксовый экспресс. Колесо большое, диаметр 1850 миллиметров, ну то есть почти 2 метра. Это позволяет развивать достаточно большую скорость по тем временам, 125 км в час. Громадные механизмы с множеством движущихся частей, с которых когда-то начался весь технический прогресс. Долгие годы они трудились на благо страны и вымерли одномоментно. Не совсем правильно. Наши еще живые. Если в порядок привести, то он еще у нас попыхтит, поработает. Водичка бежит, все установлен, спускной клапан так называемый. Ну и дальше будем сейчас смотреть. Котел – это сердце паровоза. Как он будет работать, сердце, так будет весь паровоз работать. Все, что оголено, вот это вот, это ремонтирую я. Паровоз – это, в общем-то, большой самовар на колесах, который еще и самодвижущийся. То есть в котле у нас находится вода, вот все, что синим покрашено, это вода. В котле образуется пар, и дальше его можно расходовать на любые абсолютно нужды. В принципе, мы используем их практически каждую зиму. Ну, вот последний раз это было в прошлом году. То есть в московском регионе было небольшое ЧП с отоплением. Ну, пригнали паровоз, поставили, подключили. И в течение двух недель, по-моему, мы обеспечивали отопление, пока котельная была на ремонте. Сейчас мы с вами заходим в сердце любого депо паровозного, так называемые водно-опорные башни. Когда начинали строить депо, в первую очередь думали не о том, где будет стоять депо, а искали то место, где максимально много можно качать воду. Здесь мы с вами видим над нами два водяных бака, каждый объемом 45 кубометров. То есть всего над нами находится 90 тонн воды. Когда мы видим клубы дыма, мы думаем, это горит там что-то в топке. Нет, на самом деле клубы дыма в основном это не дым. Само слово паровоз означает машина, которая ездит на пару. Чтобы машина ездила на пару, ей необходимо что? Вода. Причем вода, употребляемая в огромных количествах. Здесь 27 тонн. Но этого хватает где-то с хорошим поездом километров на 70. Строительство паровозов в России продолжалось больше 130 лет и прекратилось в 1957 году.